Доля Нурбанка Доля Нурбанка Ранее ЛС сообщал о топ-5 крупных объектах второй волны приватизации, выставленных на торги в марте. Самый дорогой объект приватизации в марте – Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания. Стоимость предприятия оценили почти в 18 миллиардов тенге. Акции KSL подорожают на 27%, также пишет ЛС. Компания намерена направить на выплату дивидендов в 58 миллионов тенге или всю чистую прибыль за прошлый год. По оценкам исполнительного директора акционерного общества Assel Invest Нурлана Рахимбаева, стоимость простой акции достигнет отметки в 2000 тенге. Как отметил эксперт, на лондонской бирже наблюдалась позитивная реакция инвесторов. Котировки по глобальным депозитарным распискам выросли почти на 5%. Окончательное решение по выплатам дивидендов решится на собрании акционеров, которое пройдет 17 апреля. К тому времени мы ожидаем роста котировок до отметки 11 долларов за ГДР и 2000 тенге за акцию. На данный момент ГДР торгуется на уровне 8,8 доллара, а акции 1579 тенге. Прогнозирует Рахимбаев. По его мнению, в настоящее время нет каких-либо препятствий для роста ценных бумаг компании. Доходность акции ГДР КСЛ в валюте сейчас очень привлекательная, что может поддержать спрос на бумаги. Кроме этого, Рахимбаев отметил, что озвученные дивиденды достаточно привлекательны. В Казахстане в феврале 2015 года застройщики сдали в эксплуатацию 659 тысяч квадратных метров жилья, что на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года, почитал Рэнкинг КЗ. За месяц введено на 181 тысячу квадратных метров жилья больше, чем годом ранее – 659 тысяч квадратных метров против 477,9 тысяч. Всего за январь-февраль 2015 года объемы строительства жилья увеличились на 14,6% по сравнению с двумя месяцами 2014 года – до 1,3 миллиона квадратных метров. При этом положительная динамика строительства наблюдается в 11 регионах. По темпам роста площадей, введенных в эксплуатацию жилых зданий, лидирует Акмолинская область, далее Астана и Алматы. Доля мегаполисов выросла до 41,3%. За тот же период квартир в эксплуатацию введено 11 тысяч, это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более половины введенного в эксплуатацию за два месяца жилья в Казахстане приходится на индивидуальное жилищное строительство. За счет бюджетных средств построено 7% жилья. Греция в ближайшие дни представит конкретный перечень реформ. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета, Еврокомиссии и Еврогруппы Дональда Туска, Жан-Клода Юнкера и Яруна Дейселблума. По итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципросом сообщил ТАСС. Лидеры ЕС подчеркнули, что полностью придерживаются соглашения от 20 февраля 2015 года, когда была достигнута принципиальная договоренность о продлении второй программы греческой помощи на 4 месяца. В духе взаимного доверия мы все привержены ускорить работу и завершить ее как можно скорее, говорится в заявлении. Участники также подтвердили практический процесс соглашения. Политические переговоры проходят в Брюсселе, а миссия по установлению фактов в Афинах Еврогруппа готова собраться как можно скорее, заключили главы европейских институтов. И на этом пока все. Я напомню, все наши выпуски вы найдете на сайте 24КЗ и в социальных сетях. Всего вам хорошего и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok